Проект бюджета Владимирской области прошел обязательное публичное слушание из-за угрозы коронавируса в уже привычном онлайн формате. Работа над главным финансовым документом выдалась напряженной. Свой отпечаток наложила пандемия и связанные с ней экономические проблемы. Бюджет области на 2021 год будет дефицитным. Запланированных доходов почти 70 миллиардов рублей, расходов около 75 миллиардов, дефицит 4,6 миллиарда рублей. Крупную сумму, как минимум 450 миллионов, планируется зарезервировать и направить на борьбу с распространением коронавируса. Главная задача, по словам председателя ЗАГС Собрания Владимира Киселева, защитить жителей области и обеспечить стабильность. Потому что мы считаем, что все денежные средства, которые у нас предусмотрены в бюджете, должны быть направлены именно на те потребности, которые в первую очередь волнуют наших граждан. Понятно, что бюджет социально направленный, мы об этом уже говорили. Более 70% бюджета направляется на развитие здравоохранения, образования, культуры, других направлений социальной сферы. По итогам бюджетных слушаний народные избранники предложили увеличить расходы на поддержку отраслей сельского хозяйства. Обратить внимание, по мнению парламентариев, необходимо и на обеспечение жителей региона лекарственными препаратами, медицинскими изделиями. На то, чтобы своевременно заключать госконтракты на поставку лекарственных препаратов для лечебных учреждений. Также депутаты предложили администрации области увеличить объемы субсидий бюджета муниципалитетов на программу формирования современной городской среды. И рассмотреть возможность софинансирования из областного бюджета разработки документации и госэкспертизы по федеральному проекту «Чистая вода». Отметим, что впервые при формировании бюджетов на ближайшие три года учитывались пожелания жителей. Жители области могли проголосовать за те сферы, которые больше всего нуждаются в финансировании. По инициативе нашей фракции «Единая Россия» в законодательном собрании мы такое голосование организовали. Как я уже говорил, на специальном сайте и в социальных сетях. Более 53 тысяч человек приняло участие в этом голосовании. И вот наибольшая проблема, которая сегодня волнует наших граждан, это строительство и ремонт дорог в городах и районах Владимирской области. Кроме того, в числе главных проблем, которые волнуют людей, строительство поликлиник и фапов, газификация и водоснабжение в сельской местности. Участники публичных слушаний отметили, что особенно важна слаженная совместная работа с органами исполнительной власти региона по совершенствованию бюджетного и налогового законодательства. Законодательство в сфере межбюджетных отношений. Особенно это касается мер поддержки малого бизнеса в условиях пандемии. Ряд законопроектов на 2021 год, касающихся предпринимателей региона, еще предстоит проработать. Речь про упрощенную и патентную систему налогообложения. Ко второму чтению бюджета депутаты ЗАГС Собрания рекомендуют дополнительно предусмотреть на 2021 год субсидии муниципальным образованием на местные дороги. Не менее 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, рекомендовано предусматривать межбюджетные перечисления городу Владимиру как административному центру области. В сумме не менее 55 миллионов рублей ежегодно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова